Манипулятивные техники, прожимы, обман, ситуация. Гораздо более прозаичные истории, чем мы ожидаем услышать. А там уже шампанское открыто, музыка, романтика, любовь, и вот они уже вместе. И возникает резонный вопрос, как так? Это далеко не значит, что он ей не интересен. И это выходит за пределы отношений с женщинами. Может ли пикап помочь вам обольстить абсолютно любую женщину? Главный принцип пикапа, правда и мифы, обо всем этом будем говорить сегодня с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и погнали. Давайте начнем с того, что вообще такое пикап. Пикап это популярная психологическая методология, направленная на то, чтобы завоевать внимание женщины. Обольстить ее, в конечном счете переспать с ней. Что и будет являться подтверждением того, что вы ей понравились. Давайте сразу коснемся моральной стороны вопроса касаемо пикапа. Лично я подразделяю его на две части. Первая часть это конструктивный аспект пикапа. Чтобы мужчина смог произвести положительное впечатление на женщину, он должен обладать рядом положительных развитых мужских качеств. Или по крайней мере очень умело их моделировать. А так как большинство мужчин в контексте неправильного воспитания в детстве буквально напичкано деструктивными для мужской уверенности установками, то очень многие из шаблонов или мысли форм, которые даются в пикапе, могут оказаться крайне полезными и эффективными для мужчины даже вне контекста общения с женщинами. То есть это и советы по саморазвитию в том числе. Потому что какой мужчина может по-настоящему понравиться женщине? Мужчина энергичный, мужчина интересный, мужчина сильный, успешный и обладающий тем спектром положительных качеств, которые приоритетны для данной конкретной женщины. Более подробно мы уже говорили на эту тему в одном из предыдущих видео. То есть в своем конструктивном аспекте пикап дает мужчине расширенное понимание, во-первых, вообще психологии в целом, а также психологии женщин, о которой мужчина мог в силу своей неосведомленности иметь очень размытые или наоборот неправильные представления. То есть это чисто образовательный, ни в коей мере не пошлый и не манипулятивный вектор развития для мужчины. И вторая часть пикапа, которую я бы уже отнес к деструктивному его проявлению, включает в себя именно манипулятивные техники, прожимы, обман и тому подобное. То есть все средства хороши, лишь бы только затащить женщину в постель. Всем, наверное, сразу стало интересно, что ж это за техники такие манипулятивные. Давайте приведу вам простой пример. Если с адекватным мужским развитием все понятно, то есть мужчина прокачивает все свои качества, начиная от внешнего вида, продолжая там остроумием, харизмой, уверенностью в себе, способностью себя правильно презентовать, создать комфортную атмосферу в общении и проводить качественно время женщиной, что понравится и ему, и ей, то манипуляции, наверное, требуют некого пояснения. Что это такое? Это история про то, когда мужчина в обход женского осознанного решения пойти на сближение с данным мужчиной, все-таки делает это. К примеру, мужчина и женщина первый раз встретились. Они гуляют где-то по городу, о чем-то непринужденном разговаривают. И тут мужчина с бухты-барахты говорит, «Ой, послушай, я забыл покормить своего котика. Я так боюсь, что он сейчас умрет от обезвоживания, или от голода, или от одиночества. И давай сейчас, вот мы как раз идем мимо моего дома. Я сейчас вспомнил. Он хватает ее за руку, пойдем ко мне». Ситуация, да, это чистого рода манипуляция. То есть мужчина принимает решение за женщину, она не дала ему согласия, но тем не менее у нее как будто бы нет возможности отказаться. То есть ситуация срежиссирована таким образом, что есть благородный повод, почему мы должны пойти к нему домой. Есть некая экстренность в этом, также потому что котик вот-вот умрет. В то же время мужчина проявляет настойчивость. Он прямо берет ее за руку и решительно ведет к себе. Ну и потом продолжается эта история. Потом оказывается, что с котиком все хорошо, или котик вообще живет у бабушки, он просто об этом забыл, а там уже шампанское открыто, музыка. И как-то вот все располагает к тому. Дальше мужчина начинает прожимать женщину. А что означает прожимать? Это значит интенсивно идти на физическое сближение с ней, опять же, пользуясь такими вроде бы допустимыми мерами. Сначала вот он как-то к ней придвинулся, потом он там дал ей посмотреть какой-то альбом в руки, потом случайно их руки коснулись друг друга, когда они перелистывали страницы. И вот так вот, мал по малу, они оказываются в постели, и у них там что-то происходит. В итоге близость могла случиться, но осознанно принятого решения к этому со стороны женщины могло не быть. И когда подружки спросят, а как так вот у тебя на первом свидании с ним что-то случилось, она скажет, ну так получилось. А почему так получилось? Потому что как будто бы были созданы все условия для того, чтобы подобное мероприятие могло произойти. Но проблема лишь в том, что она на это соглашалась искренне, а мужчина все это носил в своей голове, срежиссировал с исключительно меркантильной целью, не зная ее как человека, не испытывая к ней никаких чувств, никакого тепла. И поэтому со стороны женщины это может быть абсолютно искренним, романтичным порывом, а для мужчины это все может быть просто механическим спектаклем ради галочки. Окей, но давайте не будем сильно отходить от темы и сразу ответим на главный вопрос. Может ли пикап помочь построить отношения с любой женщиной? Однозначный и молниеносный ответ. Нет, не может. Пикап сможет лишь помочь вам познакомиться с любой женщиной. А вот чтобы построить с ней здоровые и продуктивные взаимоотношения, для этого вам нужно проходить по ее главным запросам на мужчин. Почему так? Потому что вы никоим образом не можете поменять представление данной конкретной женщине о мужчине, о счастье, о красоте и о том, как это все должно, по ее мнению, происходить. Главный принцип пикапа состоит в том, что он помогает мужчине эффективно преодолеть перегородку страха общения с женщинами. Неловкость – это нормально, это естественно, волнение – это нормально. То есть, как мужчины представляют себе человека, имеющего успех у женщин. То есть, они себе сразу представляют, что это некий такой Джеймс Бонд, идеально выглядящий. Начинает диалог с какой-то невероятно остроумной фразы, которая сразу же поражает женщину. Она в восторге смеется, игриво смотрит на него. В этот момент бармен подносит им заранее заказанные напитки. И дальше все у них складывается, само собой. И когда мужчина пытается надеть вот эту идеальную картинку на ту реальность, в которой он находится, он понимает, что у него просто нет шансов. В то время, если мы спросим мужчин, пользующихся успехом у женщин, о том, как протекают их знакомства, их свидания и их общение в целом, это будут гораздо более прозаичные истории, чем мы ожидаем услышать. Потому что эти мужчины также подходят. Также начинают общение с какой-то банальной фразой вроде «Привет!», «Как твои дела?», «Как тебя зовут?». Они также испытывают неловкость и ищут какие-то точки соприкосновения с новым для них человеком. И это все абсолютно нормально. И даже если они получают отказ, они не воспринимают его лично. Почему? Потому что существует тысяча причин, по которой данная конкретная женщина не захотела продолжать вот в данный конкретный момент общение с мужчиной. У нее мог быть плохой день на работе, ее могли уволить. Она могла себя плохо чувствовать, она могла переживать тяжелый разрыв, она могла находиться в отношениях или замужем в данный момент. И это никак не связано с вами и какой-то антипатии к вам. И таких женщин будет очень много. Их будет даже, я бы сказал, большинство. А в остальном будет работать просто закон больших чисел. То есть, чем большему количеству женщин вы подойдете или попробуете начать с ними общение, тем чисто математически больше вероятность того, что одна из них будет заинтересована в продолжении разговора или отношений с вами. И на самом деле, пикап вот в этом своем конструктивном проявлении это, можно сказать, спасение для многих женщин. Почему? Потому что большинство женщин ведет крайне замкнутый образ жизни. То есть, они циркулируют исключительно по маршруту дом, работа, в лучшем случае кафе с подружкой и опять дом. Где им встречать новых мужчин, с которыми они могли бы знакомиться, общаться и так далее? Негде. Поэтому сейчас так популярны все вот эти аппликации для знакомств. Но в любом случае, они гораздо менее эффективны, чем реальный контакт, реальное соприкосновение с реальным живым человеком. То есть, иными словами, чем меньше женщина взаимодействует с новыми мужчинами, тем сложнее ей становится это делать. И когда она, к примеру, находясь вот на этом ежемесячном рядовом кофепитии со своей лучшей подружкой в кафе, видит за противоположным столиком привлекающего ее мужчину, вместо того, чтобы как-то игриво улыбнуться, посмотреть, удержать взгляд на пару секунд с этим мужчиной, тем самым продемонстрировав свою расположенность, дав ему зеленый свет для знакомства, что она будет делать? Она будет просто от неловкости, от того, что навык просто банального общения с мужчинами у нее не развит, она будет морозиться от него и делать вид, что он ей никаким образом не интересен. Поэтому женщина может оказаться в такой вот социальной ловушке. То есть, чем больше она пребывает в одиночестве, тем больше у нее возникает социальная атрофия, и тем сложнее ей не то, что выстраивать отношения, а просто начать общаться с новыми людьми. И именно здесь пикап приходит на помощь, потому что он учит мужчину ломать вот этот вот лед. То есть, мужчина должен осознавать, что если при его подходе к девушке она начинает как-то вести себя незаинтересованно, или как-то странно, или как-то не отвечать ему взаимным интересам, это далеко не значит, что он ей не интересен. Это может означать, что просто у нее она волнуется, она переживает, она не уверена в себе, у нее давно не было опыта общения с мужчинами, он может быть крайне интересен ей, но она может стесняться показать это, потому что то, то, то и пятое-десятое. Также это отвечает на очень интересный вопрос, которым задаются многие люди. Например, они видят симпатичную девушку, которая идет с каким-то, ну, может быть, не производящим особого впечатления парнем. Может быть, он просто одет, может он вообще какой-то неказистый, что-то еще. И возникает резонный вопрос, как так? Почему она с ним? Ведь существует огромное количество более презентабельных, более красивых, статных мужчин, а просто пока эти все мужчины сомневались и думали, подходить к ней или не подходить, этот мужчина просто взял и подошел, и по-человечески начал с ней общаться. У них закрутилось общение, романтика, любовь, и вот они уже вместе. А все остальные до сих пор стоят и думают. И вот в этом есть сила пикапа по сути. Отдельно хотелось бы также сказать о том, что такое для мужчины успех в пикапе. Потому что классически считается, что мужчина тем успешнее, чем большее количество женщин он сумел соблазнить. Естественно, это огромное заблуждение, потому что постоянная смена женщин ни одного мужчину сделать счастливым не сможет. Почему так? Потому что ум такого мужчины будет постоянно пребывать в беспокойстве. То есть он постоянно будет думать, он будет постоянно сравнивать женщин одну с другой. Как бы случайно не находясь на свидании с одной женщиной, не встретить другую. Как бы случайно не попасть ни на ту фотографию, которую кто-то может увидеть. Как бы случайно не перепутать чат в телефоне, ни отправить неправильную смс-ку. Но так или иначе, его ум не может сконцентрироваться на чем-то одном. И это выходит за пределы отношений с женщинами. Это касается и его работы, и его жизненных решений. Он никогда не почувствует стабильности, уверенности, которые являются неразрывными спутниками удовлетворения и счастья. То есть обобщая, можно сказать так, что подлинным успехом в пикапе для мужчины является ситуация, когда он способен презентовать себя всем женщинам, которые ему интересны, уметь общаться и располагать к себе с той лишь целью, чтобы понять, какая из этих женщин наиболее всего ему подходит. На этом на сегодня все. Если видео оказалось для вас полезным, с вас, как всегда, лайк и подписка. И обязательно не забывайте делиться своим опытом по данной теме в комментариях под этим видео. Пока.